Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что, Никит, давай тогда поговорим о блогерах Я знаю, что ты ведешь ЖЖ, очень активный пользователь данного сайта Расскажи, как дошел до такого, вообще с чего все у тебя началось? Ну, дошел я, вообще начал вести ЖЖ с того, что я сделал пару фотографий И написал к ним описание, выложил это в свой ЖЖ На данный момент я веду его скорее по инерции Я пару раз пытался перестать его вести, закрывал Но мне начинали личные сообщения приходить, с просьбой продолжить Почему? Потому что есть такие читатели, которые не могут даже выйти из дома Например, они прикованы к кровати И они пишут то, что, ну, как бы, ваш блог – это единственное окно в мир Ну, как можно после этого забросить свой журнал? Приходится, я говорю, как по инерции, немного его вести Расскажи, а что было самое интересное, о чем ты писал в своем живом журнале? Это, прежде всего, наверное, путешествия, подготовка к этим путешествиям Рассказ о каких-то достопримечательностях Но не таких банальных, как памятники или прочее А заповедники, может быть, еще что-то То есть твой блог, получается, он как окно для тех людей, кто не может выйти Да А остальных ты чем цепляешь? Помимо путешествий, может, еще что-то они хотят видеть в твоем блоге? Я не знаю, у меня, как бы, нет обратной связи, как таковой, с читателями Я говорю, вот, единственное, когда я пытался свой блог закрыть То есть переставал его вести долго, не писал новых репортажей Появлялись вот такие сообщения личные Вот скажи, ты сказал то, что если ты еще в школе не попробуешь, что такое журналистика Лучше туда не суйся, лучше не поступай на этот факультет Так ведь? Да Вот, и как тогда быть тем ребятам, которые все-таки хотят? Им все-таки стоит уходить в блоги? Ну, прежде всего, нужно начать с блога Ведь нельзя сразу прийти и стать главой государства, правильно, там, или губернатором Нужно сначала попробовать себя в роли, наверное, управдома Потом, может быть, мэра города и постепенно расти-расти И здесь то же самое То есть нужно сначала попробовать, а потом уже идти Ведь четыре года жизни отдавать, поступив не на тот факультет, это нехорошо Ведь их никто не вернет потом обратно Скажи, пожалуйста, какие современные тенденции вообще существуют в плане интернет-блогинга? Ну, вообще, в целом, сейчас появляется много технологий, которые прощают нашу жизнь Жизнь становится быстрее, ярче, насыщеннее и тем самым проще И то же самое происходит и с блогами Если раньше у человека было время читать большие блоги Это тот же самый живой журнал Если выражаясь интернет-языком говорить, там, огромные простыни То сейчас все сводится либо к прямой трансляции через социальную сеть Либо просто достал мобильный телефон, сфотографировал, выложил фотографию Ведь посмотрите, если раньше человеку достаточно было прочитать пост в ЖЖ Ну, прочтение занимает где-то минут 10, да, одной хорошей записи За эти 10 минут сейчас можно в социальной сети прочитать 15-20 новостей Абсолютно на разную тематику Можно посмотреть, чем живут мои друзья Чем живет моя республика, моя страна и вообще люди в городе в целом То есть, прежде всего, сейчас идет экономия времени Ведь посмотрите, даже если, ну, как бы обратиться к религии То в церквях начали сокращать время службы Чтобы прихожане успевали быстро забежать в церковь А постоять на службе на короткой И потом опять вернуться к своим делам Да, ну, насчет церкви я вот такого не слышал А вот скажи, будущее получается за интернет-журналистикой, да? Будущее за интернет-журналистикой Но еще лет 20-30 нужно подождать, пока произойдет полная смена поколений То есть, только в этом? Есть люди, которые пока принимают только бумагу Вот расскажи, сейчас, если я тебя правильно понял Существует такая тенденция, то, что все максимально сокращается и так далее Как ты относишься к тому, что тот же живой журнал сейчас больше смещается в сторону Твиттера То есть, коротких сообщений о какой-то новости? Ну, это требует время, это требует современности Живой журнал, при том, что его уже несколько раз пытались похоронить Он продолжает выживать, оставаться на ПЛУ за счет, наверное, вот этих вот новых технологий За счет внедрения Твиттера, за счет внедрения Инстаграма и прочего Что ж, давай с тобой поговорим о том, почему молодеют, так сказать, современные блогеры Дело в том, что сейчас средний возраст блогера приблизительно 20 лет А если честно, я вообще не понимаю, кто эти блогеры То есть, появилась масса молодых блогеров, которые начали резко писать о хорошей жизни То есть, они пишут о путешествиях в какие-то дорогие курорты, да, на какие-то дорогие курорты Они фотографируются, делают селфи в красивых дорогих автомобилях А откуда это у них, вообще непонятно То есть, что за тенденция вот этого омоложения блогеров, я пока не могу понять И самое интересное, те старички-блогеры, которых я раньше почитывал в том же самом живом журнале Они тоже начали молодеть Если посмотреть, там, допустим, взрослый дядька, которому было где-то в районе 50-60 лет, блогер Он сейчас начинает молодежно одеваться, он занимается спортом, он похудел Но со стороны, если честно, это выглядит смешно Это все равно, что 60-летний перец придет в ночной клуб студенческий Для того, чтобы показать, мол, у меня есть там деньги, я такой крутой И просто хочу помолодиться вместе с вами Да, знаешь, наверное, сейчас попробуем, что сделать? Писать настоящего блогера Кто, по твоему мнению, как он должен выглядеть, чем он должен заниматься? Вообще, блогер, ну, как бы блогинг не должен быть профессией Это должно идти в нагрузку, в общественную нагрузку Например, человек работает на заводе И он умеет писать Он берет эту общественную нагрузку, рассказывает про свою профессию Рассказывает про завод, про жизнь Какие-то социальные темы затрагивает в блоге Сейчас же люди делают наоборот Они ведут блоги для того, чтобы не пойти работать на завод Как ты думаешь, нормально ли это то, что недавно вышел закон То, что теперь от трех тысяч подписчиков блогер популярный становится журналистом? Ну, вы знаете, на самом деле приравнивать блогера к журналистам Это, наверное, то же самое, что приравнивать мотоцикл к автомобилю И то, и то транспортные средства Они оба используют дороги общего пользования Поэтому решили, что мотоцикл тоже надо зарегистрировать Тоже получать на него права определенные Но все равно к мотоциклу так серьезно не относятся, как к автомобилю Даже службы как-то на него смотрят сквозь пальцы, правильно? Ну, с другой стороны, как бы говорят, что блогеру нечего терять Он никого не боится, он независимый Но ведь и автомобилист, и тот, кто передвигается на мотоцикле Все боятся попасть в аварию И здесь то же самое Но дело в том, что сейчас существует такая тенденция Что, как правило, блогер действует оперативнее, чем многие средства массовой информации Как ты вообще считаешь? Так ли это? Ну, оперативность, это не значит достоверность? Да, но дело в том, что оперативность зачастую играет огромную роль В плане каких-то вопросов В плане каких-то вопросов, может быть, она играет роль Но, опять же, журналистика – это достоверная информация И журналист, прежде чем... Ну, вообще по правилам он должен это делать Но у нас мало кто этим занимается Журналист должен 10 раз перепроверить информацию Прежде чем выдать ее в эфир Или напечатать ее в газете где-то или в электронном издании Блогер, я не думаю, то, что будет заниматься проверкой какой-то информации Вот смотри, есть как хорошие блоги, которые что-то советуют А есть и, скорее всего, плохие блоги, которые не особо в хорошем виде что-то выставляют Видел что-нибудь такое похожее? На самом деле можно, в пример, привести громкий случай Который сейчас обсуждают активно СМИ Это когда на дорогом внедорожнике ребята катались по Москве Там чуть ли это не привело все к трагедии Но благо сотрудники ГИБДД смогли пресечь данное нарушение, данное преступление Ребята, скорее всего, это делали для того, чтобы собрать больше подписчиков в социальной сети И чтобы стать более популярными Потому что все, что они в тот момент творили, они снимали на телефон И ввели онлайн-трансляцию в одной из социальных сетей Вот видите, как бы... То, о чем я говорил, это сила слова, сила блога Она может вот и к таким вещам привести И это, я думаю, не единичный случай И если не начать какой-то процесс оккультурывания блогеров Вот тот же самый нефорум, да? Вы говорите, зачем нужен нефорум? Вот он для этого и нужен Чтобы люди обменивались опытом и понимали, что хорошо, а что такое плохо Если у нас сейчас начнут в прямом эфире убивать людей Если у нас начнут так же кататься показания на машине Это же не приведет ни к чему хорошему, правильно? По сути, верно А как ты считаешь, все-таки, может быть, черный пиар же тоже пиар? Может быть, это все-таки был спланированный такой пиар-ход Который, в конечном счете, привел их к своей цели Достичь лайков, побольше подписчиков и так далее Нельзя ли сказать о том, что здесь цель оправдывает средства? Разве смерть человека, которая могла привести по неосторожности данное деяние Легко они могли сбить пешехода Они могли сами врезаться, погибнуть? Разве какой-то пиар стоит этого в человеческой жизни? Было ли такое, что из-за какой-то статьи либо в твоем блоге, либо в той же гражданской активности Или в прошлых твоих изданиях тебе или каким-нибудь твоим ребятам звонили И говорили, либо, ребят, вы это удаляете, либо мы удаляем вас вообще с нашей страны? Ну, как можно в свободной стране, а Россия является все-таки свободной страной Угрозы поступают, скорее всего, от недовольных людей, которые становятся героями репортажей Но это не со стороны власти То есть бывают такие случаи, когда человек считает, что его точка зрения единственная и правильная И вот он считает, что весь мир идет против него, и он думает правильно Когда начинаешь выслушивать все стороны данного конфликта Когда понимаешь, что этот человек действительно неправ И показываешь действительность происходящей ситуации Этот человек, естественно, недоволен Он начинает писать личные сообщения, либо звонить с угрозами Такое бывает, да Расскажи, чем обычно заканчиваются такие диалоги? Черным списком То есть ты его просто кидаешь в чес, он больше никак? Я не реагирую абсолютно никак ни на какие угрозы, ни на подобные в роду провокации То есть все-таки не доходило до таких личных встреч? До личных встреч, когда доходят, люди почему-то сразу успокаиваются И начинают уже по-другому говорить Итак, Никит, недавно в Казани прошла такая сходка, не форум Как ты к ней относишься, и главный вопрос, почему тебя там не было? Ну, на самом деле, я там был Ты был все-таки там? Виртуально Чтобы вот так вот поехать и потусить с ребятами, у меня не было времени Потому что мы сейчас готовим много проектов Но виртуально я следил Следил за Инстаграмом Следил ВКонтакте за публикациями На самом деле, нужно отдать должное организаторам Потому что данный не форум, если сравнивать его с предыдущими Получился хорошим, ярким И молодые блогеры красиво показали нашу республику Наш город красиво преподнесли Что, несомненно, в будущем отразится хорошо на инвестициях и на туризме А как ты вообще считаешь, надо ли такое популяризировать? То, что люди, которые, в общем-то, знакомы в интернете Зачастую на площадке того же не форума, встречаются вживую Конечно, нужно, а почему нет? Ведь, в первое же всего, это обмен опытом Например, я раньше любил ездить в блок-туры Где приезжали, ну, вместе со мной участвовали них топовые блогеры Я там научился фотографировать, обрабатывать фотографии Какие-то тексты более правильно составлять Но обмен опытом – это всегда хорошо Ну, что интересно Ладно, когда учат на журналиста Но когда учат на блогеров, мое чувство немного не то Потому что ты сам тоже был на школе блогеров Которую проводила Лига студентов И по мне так не то, когда учат прям заниматься блогингом То есть, это получается, вот я тебе рассказал свою информацию И ты будешь делать так, как я тебе сказал Не думаешь, что вот именно так будет? Ну, прежде всего, как я уже говорил Нужно учиться Блогера нужно обучать не чтобы это было его профессией А чтобы это было какой-то дополнительной социальной нагрузкой Естественно, блогеров нужно обучать Чтобы они свою энергию направляли в правильное русло Чтобы они умели пользоваться Ведь сила слова, она имеет большую силу И в любом случае можно больших бед наделать Если неграмотно свой талант распределять Или писать о чем-то Ну что, давай перейдем к такой серьезной теме Поговорим о доверии к современным журналистам Каким источникам информации ты сам доверяешь А каким из ряда известных СМИ, может быть, нет? Ну, телевизор на самом деле я смотрю редко А с интернет-СМИ сталкиваюсь по роду своей профессии То есть все равно какая-то небольшая аналитика Нужно изучать, что пишут другие СМИ На каком уровне сейчас наши издания На каком уровне другие И доходят буквально вообще до банальных вещей Когда по неосторожности Какие-то журналисты берут пятилетнюю новость И переписывают ее, как будто это произошло сегодня Другие СМИ, не проверяя Не делая каких-то звонков в официальные источники Как это полагается им делать Начинают эту новость тиражировать Следовательно, она выходит в поисках и как в топ И преподносится как новая Как после такого вообще в целом Можно доверять средствам массовой информации Вот мы поговорили о интернет-изданиях О телевидении ты упомянул А как относишься к радио и газетам? К таким тоже традиционным СМИ Ну, на самом деле, печатные СМИ, газеты Им нужно отрабатывать бумагу На которой они печатаются И этим СМИ можно более-менее доверять И даже сейчас такая тенденция пошла То, что, например, какое-то издание Электронное Оно выпускает свою газету Или газета ведет свое электронное издание То они в течение недели, например Набивают свое электронное СМИ Они смотрят реакцию людей Смотрят комментарии Какие-то темы они уже более как-то отрабатывают Убирают шероховатости И после этого только пускают в печатное Свое же печатное издание То есть, получается, в печатном издании Мы получаем отработанный уже вариант Ну, то есть, конечный продукт Хорошо прожаренный И который продегустировала интернет-публика Вот как добиться доверия К своему зрителю, к своему читателю Чтобы не было такой ситуации Как, допустим, возьмем Украину Тот же самый Анатолий Шарий Его сейчас на Украине толком не воспринимают Он сейчас только ютюбовской платформой пользуется Чтобы его видели Ну и различными соцсетями Олесь Бузина тоже Он что-то пытался сказать Его в итоге вообще убили Вот как сделать так, чтобы тебе доверяли И не было вот таких гонений? На самом деле Не нужно никогда гоняться за трафиком То есть, у нас сейчас люди Журналисты, блогеры Они пытаются гнаться за трафиком И порой, да, оперативность Ущерб оперативности Начинает тиражировать новость непроверенную Не нужно гнаться за трафиком Нужно работать Нужно писать хорошие статьи Пусть это лучше будет один материал в неделю Но он будет хороший, интересный Пусть это будет расследование Пусть будут выслушаны все стороны Пусть будут сделаны запросы официальные Но, как бы, действительно качественный Хороший материал Не тираж Тогда читатель сам найдет издание И сам придет Ну, нужно научиться, во-первых, ждать И делать хорошие вещи, правильные Сейчас я предлагаю вам, дорогие друзья Посмотреть вместе с нами соцопрос По теме доверия к молодым И к опытным журналистам И уже на эту тему мы продолжим нашу дискуссию Давайте посмотрим Как вы относитесь к молодым журналистам? Можете на ли им доверять? Да, конечно Потому что у них есть своя аудитория Это молодежная И, то есть, если журналисты будут их ровесниками То, мне кажется, это будет интересно Среди моих друзей в основном все журналисты Поэтому, скорее всего, доверяю Очень интересный творческий склад ума Очень много полезной информации И в основном очень много знаний Можно получить, общаясь с ними Ну что ж, мы сейчас посмотрели данный соцопрос Некоторые и пишут, и говорят То, что не хватает именно опыта Вот что делать с этим? Опять возвращаемся к этому опыту Ну, я же говорил уже Нужно любыми путями устраиваться в издание Пусть даже уборщицам или уборщикам, банально Но в любом случае нужно смотреть Как работают другие журналисты Как работают редакторы Как работает главный редактор Нужно зацепиться и жить этой жизнью Вот, например, наше издание Гражданская активность, оно открыто Мы принимаем на стажировку Любых журналистов И не обязательно даже журналистов Просто людей, которые хотят, умеют писать Мы пытаемся работать с каждым Пытаемся найти подход Для того, чтобы было в будущем С кем нам же работать Что требуется для того, чтобы Допустим, тот же парень пришел На практику в какой-нибудь СМИ Допустим, он не хочет в печатном интернет-издании Он хочет именно телевидение Что ему надо? Записать пару роликов Рассказать про свой двор Про свой район Я не знаю Взять интервью у кого-то У нас большие дома многоэтажные Там наверняка есть соседи Кто-то есть выдающийся Взять у него интервью Сделать об этом репортаж Разместить на ютубе Скинуть ссылку на электронную почту Или в тот же самый блок У каждого в телевидении есть свой блок Пожалуйста А насчет связи, если Допустим, у два кандидата есть У одного есть связи с этой редакцией Допустим, главный редактор какой-нибудь знакомый А у другого нет Что в этом случае делать? Я думаю, что сейчас, наверное, зритель сам решает И голосует тем, что он смотрит или не смотрит данный канал То есть здесь связь уже ничего не решает Вот расскажи, а может ли случиться такая проблема Что человек приходит действительно устраиваться в СМИ Такой, я хочу у вас работать Все такое Ему дают какое-то, допустим, задание на испытательный срок Он делает его, как он считает, на отлично Преподносит редактор Редактор говорит, нет, мне это не нравится, переделывай Он снова переделывает, снова то же самое Вот Привзятое отношение, в общем, такое получается Ну, наверное, человек просто действительно плохо работает Поэтому к нему такое отношение А почему может быть привзятое отношение? Ну, ваше мнение вообще Нет, я на самом деле хотел подвести к другому Как не потерять веру в себя в таком случае? В том, что ты действительно что-то умеешь А когда тебе редактор или просто какой-то журналист, который уже давно работает на этом телеканале Либо в этом СМИ говорит, что ты принес не очень хороший материал Иди переделывай, ты переделываешь И снова то же самое А мы разве ограничены сейчас одним телеканалом или одним интернет-изданием? Можно пойти попробовать другое Есть же выражение знаменитое Стучитесь во все двери, одна обязательно откроется То есть никогда нельзя сдаваться Сколько дверей ты постучался сам, чтобы тебя узнали? Чтобы тебя начали читать? Как ты добился этой аудитории? Прежде всего через блог Вообще в целом я могу рассказать, если это интересно Как было Я начал вести свой блог, как я уже сказал То есть я сделал несколько фотографий И сделал к нему описание Так продолжал То есть где-то в радиусе 100 километров от Казани Я путешествовал каждые выходные Добавлял информацию в блог Появлялись уже какие-то читатели Какие-то подписчики, друзья Это был живой журнал Потом я начал выходить на социальные сети Как правило, там уже были сформированы социальные ресурсы Социальные медиа Связанные с нашим городом, с республикой Я начал кидать свои фотографии ссылками туда То есть так вот начали потихонечку меня узнавать Потом я почитывал один известный московский ресурс Можно сказать, федерального значения И там объявляли конкурс непрофессиональных гражданских журналистов То есть они пытались в каждом регионе сделать такой небольшой пресс-пул Я заявился на этот конкурс Мне дали редакционное задание Оно было связано с автобусами, с казанскими Я выполнил это задание, был принят И уже где-то через полгода Совместно с этим изданием Мы снимали известную трагедию В Краснодарском крае, когда затопило город Это я помню на собственном примере То есть это была моя такая первая серьезная работа Причем я туда ехал Мне тогда еще даже удостоверение не успели распечатать То есть я туда ехал вообще буквально без всего И в такое как бы опасное место Где не очень-то рады были журналистам на тот момент То есть тогда же были... Крымчане вообще не... Ну, крымские ребята не особо сильно встретили, да, вас? Ну, нет Тогда не был выстроен диалог с властью Пресса еще не понимала, чего хочет власть А власть не понимала, как работать с прессой Это же как раз были те времена Когда разные болотные появлялись уже И после оппозиции начинало вырастать Навальный буйствовал в сетях То есть вот это как раз тот момент был Когда еще не очень сильно власти доверяли прессе Расскажи, в каких еще интересных местах Тебе удалось поработать? Вот как ты сам считаешь такой некий топ? Самая интересная работа была Уже это от казанского издания Когда мы отправились помогать нашим властям Присоединять Республику Крым к России Вот, я там проработал чуть больше месяцев Ну, в районе двух месяцев Первый месяц мы освещали полностью присоединение Это были встречи с интересными людьми достаточно Которые на тот момент посещали Крым Это были постоянные репортажи в онлайн-режиме практически И следующий месяц мы просто освещали достопримечательности Крыма Как бы, ну, чтобы поднять туристический интерес Среди граждан России к новому региону Чтобы этот регион получил вливание финансовое То есть выполняли Сначала одну выполняли задачу, потом уже вторую делали Никита, скажи, а как в целом складывается обстановка у татарстанских блогеров? У татарстанских блогеров? Ну, на самом деле их не так много И я знаю буквально вот Ну, хорошо, я дружу с одним блогером Это не я с Оксанов А так называемый кукмар в живом журнале Он считается у нас самым топовым Самым читаемым блогером из живого журнала Но про Татарстан он пишет не так много То есть он сейчас достиг уже того, как бы Того момента, когда его приглашают постоянно в другие регионы, в пресс-туры Это связано больше с развитием внутреннего туризма, наверное Ну, в Казани не так много блогеров Вот смотри, есть такая ситуация, что человек хочет завести свой блог Заводит на свою любимую тему Но он не может пробиться среди тех блогеров, которые уже есть Как выделиться ему оригинальностью Или как лучше ему подобрать тему для своего блога? В первую очередь нужно набраться терпения И научиться кричать в пустоту То есть понятно, что если человек с нуля создал свой блог У него не появятся сразу сотни тысяч подписчиков Он сначала должен его наполнить информацией Это несколько месяцев работы Потом он должен через уже какие-то раскрученные социальные медиа Попробовать эту информацию предоставить широким массам Если широким массам она интересна, они начнут его репостить И так и придет популярность Либо просто выйти на гребни волны Посмотреть, что сейчас актуально Например, прошлый год у нас был годом парков и скверов Достаточно было вести блог про парки и скверы Хороший, красивый, сравнительный с аналитикой Ездить по другим регионам И опять же выстраивать диалог с властью То есть какие-то рекомендации через свой блог давать Выслушивать людей То есть нужно стать посредником между властью и гражданами И тогда на блог будут обращать внимание Тогда он действительно будет давать какую-то пользу Он будет какие-то нажимать рычаги Какие-то механизмы приводить в действие Ну, грубо говоря, блогер, журналист и просто гражданин Должен проявить свою гражданскую активность Тогда действительно на него обратят внимание Тогда он действительно чего-то будет стоить Вот скажи, все равно же для того, чтобы продукт был качественный Надо в него вкладывать определенные финансовые затраты По твоему мнению, возможно как-нибудь сделать это бюджетно? Конечно А какие затраты могут быть на блог? Ну, допустим, если он делает про путешествия Ему же все равно надо деньги, чтобы он доехал до куда-то Там или на фотоаппарат, чтобы качественные фотографии делать? Ну, когда вообще меня спрашивают по поводу техники Я привожу в пример свою технику То есть, да, у меня есть хороший зеркальный фотоаппарат Но я снимаю еще параллельно на пленочную камеру Которую я купил за полторы тысячи рублей по объявлению в газете То есть достаточно потратить полторы тысячи рублей, чтобы делать качественные снимки Но это будет пленкой, опять же, это будет интересно Это уже фишка какая-то будет для блогера А по поводу путешествий Ну, можно же ограничиться каким-то небольшим радиусом Во-первых, а во-вторых, автостоп тоже никто не отменял Тоже интересно Тем более на фоне той ситуации, которая сейчас в стране Внутренний туризм будет развиваться И бюджетный туризм будет развиваться То есть людям будет интересно, как с минимальными затратами куда-то съездить Ну что, Никит, у нас получилась такая очень интересная беседа И в конце остается только просить тебя пожелать что-нибудь студенту журфаку Который творческий путь только начинается Ну, не только студентам, но и абитуриентам тоже можно Ну, если отталкиваться от того, что я до этого сказал Я бы пожелал, в первую очередь, это не становиться подставкой под диктофон или под микрофон То есть делать интересные, достойные репортажи В первую очередь Во вторую очередь, уже сейчас найти какую-то практику То есть устроиться в какое-то издание, там, на общественных началах, неважно И начать работу Даже проще будет вести блог Ведь человек может прийти работать в какое-то издание И вести блог о том, как работает это издание, правильно? Будет интересно людям, будет интересно читателям Тем самым появится популярность Люди могут приходить в наше издание Мы всегда рады студентам, абитуриентам и выпускникам Ну что ж, большое спасибо, Дима Никита То, что ты все-таки нашел время для того, чтобы к нам прийти Я напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был Никита Перфилев Журналист, фотограф, основатель интернет-портала «Гражданская активность» Я присоединяюсь к его пожеланиям Желаю вам тоже Учитесь, не сдавайтесь И работайте над собой На этом все Вы смотрели программу «Разговор по чесноку» Мы ее ведущим, я Роман Плинсков, Александр Фирсов Увидимся, до свидания, пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова